Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о рассаде перца, а именно о том, как правильно и надежно подобрать себе сеянцы, которые дадут вам богатый урожай. В большей степени данный способ касается семян, взятых от гибридов первого поколения. Мы уже говорили неоднократно о том, какое потомство дают гибриды первого поколения, а не дают гибриды второго поколения. Гибриды второго поколения имеют свойство быть неоднородными. Работают классические законы генетики, законы Менделя. В этой связи в потомстве второго поколения можно наблюдать разнокачественность потомства. Она будет касаться как размера плодов, формы плодов, цвета плодов, также будут различия по высоте растений, по скороспелости, по другим продуктивным и просто морфологическим и биологическим признакам. Этим и опасен метод сбора семян с гибридов первого поколения, ведь сложно предсказать, какое будет потомство. Однако же генетики и селекционеры, можно сказать, что и во всем мире, ищут способы, как же по ранним признакам определить, что растение будет характеризоваться высокой продуктивностью и хорошими хозяйственными показателями. Для перца такие параметры были найдены. Они были подобраны как в процессе исследовательских изучений, так и в процессе многолетнего моего, в том числе, опыта, использования гибридов второго поколения для выращивания продукции перца. И давайте я вам расскажу об условиях, которые необходимо выполнить для реализации этого метода. В первую очередь, необходимо правильно осуществить посев семян. Чем более равномерно вы разложите семена друг от друга, чем более равномерная густота посадки будет обеспечена, тем надежнее будут результаты. Ведь нам надо отделить те показатели размеров, формы и так далее, которые будут зависеть от генетических составляющих, от тех, которые являются модификационными. То есть возникли в результате какого-то внешнего влияния. Если на каком-то участке перец будет посажен редко, а на другом густо, то в области густого посева вы получите иные по внешнему виду сеянцы, нежели в том месте, где вы посеяли их редко, несмотря на то, что семена принадлежат даже к одному и тому же сорту. Поэтому равномерность раскладки семян и обеспечение равномерной густоты стояния является первым и самым главным условием правильного использования данного метода. На стадии проростков, когда у нас уже имеются не только семидольные, но и пара-тройка настоящих листьев, мы уже можем учитывать признаки, которые будут характеризовать будущий морфотип растения. Будет ли он более рослый или менее рослый, будет ли он более или менее продуктивным. У растений имеются так называемые корреляционные зависимости, когда форма, размер и так далее одного органа могут являться маркером, то есть показателем формы, размера других органов. Например, многие знают об этом, если выращивают острый и сладкий перец. Зачастую сорта острого и сладкого перца достаточно легко различимы, если они сидят рядышком в одной плошке. У сладкого крупноплодного перца, как правило, листья крупнее, мощнее, могут быть окрашены в более светлый цвет. У большинства сортов острого перца листья более вытянуты, могут быть чуть мельче, особенно у них вытянут, характерно вытянут кончик. Поэтому, когда вы будете иметь растения с однородной густотой стояния, в этом случае вы сможете отличить в будущем продуктивные формы от каких-то менее продуктивных, которые стоит отбраковать. Разумеется, что вы не сможете отобрать очень много растений, процент, долю растений от того количества, которое вы посеяли. Поэтому, когда вы выбираете семена из гибридов первого поколения, постарайтесь их посеять как можно больше, для того, чтобы иметь шанс, не жалея, отбраковывать те, которые не подходят по оцениваемым параметрам. Итак, среди параметров проростков, которые мы будем оценивать, будут высота растения, будут размер семядольных листочков, форма и размер первых настоящих листочков, а также степень развития растения. Потому что в вот этой популяции, в совокупности этих растений мы будем видеть те, которые развиваются быстро и те, которые развиваются медленно. Что ж, приступим к такой оценке. Итак, мы имеем популяцию перца, которая была посеяна семенами, выбранными из красноплодных плодов перца сладкого, паприки, которая была куплена в гипермаркете. Вот, посмотрите, более-менее однородный посев перца. И вот, посмотрите, среди вот этой всей популяции мы имеем растения вот в такой фазе развития, когда у нас уже есть не только семидольные листочки, но и настоящие листочки пара, и даже уже видна следующая пара. И имеем вот такие вот экстремально поздние проростки. Несмотря на то, что все семена были заглублены на одну глубину, вот они только-только развернули семидольные листочки и являются, безусловно, очень поздними. Кроме того, вторым признаком, который меня интересует, это размер семидольных листочков. Вот, посмотрите, если мы возьмем растения в одной и той же фазе развития, то размер семидольных листочков у них будет не одинаковый. Разумеется, что нам необходимо выбрать растения с наиболее крупными семидольными листочками. Вот, посмотрите, вот растения в одной фазе развития. Вот здесь появились настоящие листочки и здесь. Однако же, вот этот вот сеянец мне совершенно не подходит. Который вот этот с маленькими семидольными листочками. Я отберу вот этот сеянец. Кроме того, я буду отбирать растения также по скорости развития, то есть те, которые наиболее скоростные, а также те, которые являются наиболее высокими. Кроме того, обратите внимание, что растения могут различаться по ширине вот этих вот листочков, вот этих. И я буду отбирать растения, находящиеся в одной фазе развития, с наиболее крупными, с наиболее широкими листиками. Именно они дадут мне в будущем хороший урожай. Таким образом, вот все вот эти вот сеянцы я просто-напросто удалю. Вот посмотрите, вот тоже сеянчик, вот он находится в той же фазе развития, даже чуть-чуть быстрее он развивается, чем вот этот. Но он низенький, он слабенький. Я его тоже удалю, не жалея. Вот этот вот удалю, он мне неинтересен. Вот этот удалю. Вместо того, чтобы удалять сеянцы ненужные, вы можете выкапывать сеянцы нужные и пересаживать их в горшочки. На самом деле, вот почти из сотни сеянцев, которые у меня здесь есть, для дальнейшего использования я отберу лишь несколько. Раз, два, вот этот вот высокий, с широкими листочками, три. Ну, может быть, от силы 5-7 штук, не более того. Именно поэтому я и рекомендую высевать много семян этих тепличных гибридов первого поколения. Ну, уже второго поколения получается. Для того, чтобы, не жалея, удалять все, что мне не подходит. Ну, и в заключении я скажу, что вот некоторые говорят, что у них есть вот такие вот растения с тремя семидольками. Надо или их удалять? Нет, их можно не удалять. Это является такой не опасной, не страшной аномалией развития. Ничего опасного в этом нет. Они дадут нормальные, хорошие, качественные растения. Ну, если, конечно, вырастут. А так, никакой проблемы в этом нету совершенно. Что ж, надеюсь, что вы теперь будете более надежно отбирать растения из гибрида второго поколения и будете гораздо более надежнее иметь положительный результат от использования этого способа заготовки семян. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok